всем добрый день это питомник роз полины козловой конец мая 2019 у нас такая погода сегодня обещали сильный дождь но вроде бы нас он обошел стороной такие тучи где-то там вот в симферополь заливает наверное но сейчас собственно не о погоде о том как обрезать розы во время цветения и после цветения для того чтобы было как можно больше бутонизации для того чтобы не было перерывов вернее как бы вы не заметили перерыв между волнами цветения вот таких видео я сниму несколько потому что вопросов очень очень много и объяснять как бы достаточно трудно на пальцах буду показывать на примерах у нас в этом году цветение запоздало и собственно говоря некоторые розы только-только начинают цвести вот я стою возле плетистой розы индигалета и собственно вот это видео будет про то как обрезать розы плетистые для того чтобы они красивее цвели все лето плетистые розы бывают разные по форме строения куста и по форме строения цветущих веток собственно индигалета она растет скорее вверх чем вширь побеги цветущие не достаточно высокие а если есть еще хорошее кормление и полив регулярный то собственно говоря эти побеги даже можно срезать и на цветы что нужно сделать чтобы после вот первого цветения самого яркого она бывает в начале лета в конце мая обычно у нас но в этом году чуть позже что нужно сделать для того чтобы тонов потом было еще много и собственно роза всегда стояла с цветами но кроме полива подкормки это как бы так понятно как нужно правильно обрезать отсветшие цветы ну вот смотрите вот они эти побеги вот я взяла импровизированную каску вот он побег сверху него там 123 цветочка у побега примерно 45 междоузли междоузли это значит от листика да и и до листика то есть узел это вот где провязывается в почка если вы сделали опрыскивание по листу либо подкормку под корень для усиленной бутонизации для того чтобы то оно было много и для цветения то скорее всего вот между в этих междоузли их то есть под листиком дес попытаюсь отогнуть здесь под листиком там есть почечка если все вы сделали правильно и розе всего хватит из этой почки пойдет еще один вот такой вот цветонос на нем может быть цветочков гораздо меньше не 5 не 71 но собственно говоря вот когда вот верхушечка у вас отцветет вот с того междоузли с той почечки вас уже будет готовый бутончик который будет свести после что нужно будет делать то есть вот у вас вот это вот все отцветет и вы отрезаете до того места где у вас идет новый бутон но опять же не все сделали подкормку не все успели ее сделать и что же делать если вот у вас отцвел этот побег как же его отрезать дальше я сейчас говорю именно про плетистые розы у каждой группы роз есть свои нюансы по вот этой обрезке летние после цветения по плетистым вот предположим у вас вот он этот длинный побег вот этот длинный побег днем вот ну наверное 6 между узли вот предположим он у вас отцвел хотя вот смотрите вот цветы вот они и вот следующего листика еще один цветонос возможно когда вот этот раз цветет можно и отсюда пойти то есть когда будете делать обрезку смотрите на каком месте у вас следующий цветонос образовался если вы его видите конкретно вы отрезаете над ним на 2 сантиметра если вы не видите следующего цветущего побега то есть вот от вас одна ветка одно соцветие либо один цветочек и на этом все закончил значит вам нужно будет от бутончик отсчитать 4 листика то есть 4 между узле и отрезать возможно у вас скажем так на этой ветке тогда останется всего лишь одна две почки вот если вы розу в этот момент покормите для бутонизации и для цветения тот из этих двух почек вас пойдут новые побеги с бутонами но я как бы всем советую и мы так делаем в основной массе получается что мы не ждем мы опрыскиваем мы кормим через лист мне так больше нравится кому-то нравится под корень это уже как бы каждого свое дело когда мы это все делаем заранее у нас нету перерыва в цветении те кто у нас приезжал в питомник на цветение посмотреть они прекрасно по нему видели что вот летом сама жира обычно в такое время у мало у кого розы цветут а она нас они стояли в цвету но это все как бы следствие вот такого вот обработки про которую я все время рассказываю которые скажем так рекламирую всем советую вот у нас это моя любовь индигалета она у нас вот настолько поднимается сейчас на арке собственно одну обработку по листу для следующей бутонизации мы сделали следующую по графику то есть меня специальный график есть я пишу числа когда я делаю обработки для того чтобы не запутаться вот на следующей неделе если будет хорошая погода мы сделаем еще одну обработку для бутонизации я надеюсь что после первого сильного цветения когда роза очень много теряет полезных вещей веществ которые в ней сохранились зимой собственно говоря у нас не будет промежутка до следующих бутонов обязательно розу в таком состоянии вот когда нас большим количеством бутонов и обязательно нужно поливать хорошо и обильно нужно это все для того чтобы розе хватало сил потому что все вот эти веточки свежие листики бутоны это все влага это все вода ну скажем так по простому если не будет хватать воды роза не будет свести потом она может листья сбросить потому что вообще ужасно ужасно себя чувствовать то есть поливать обязательно кормить но я скажу обязательно кто-то скажет по желанию то есть я за кормление правильное регулярное для того чтобы саженец чувствовал себя хорошо для того чтобы он вас радовал собственно говоря мне кажется для этого розы и сажаются так вот этот как бы вопрос по розам плетистым с длинными побегами следующее видео буду снимать по розам которых побеги короткие таких сортов тоже достаточно много и там тоже свои небольшие нюансы по обрезке будут вопросы спрашивайте будет время я с удовольствием отвечу а пока всем спасибо и до свидания